Представителей крупного бизнеса обязали принимать на работу сирот и студентов. Квоту ввели на законодательном уровне. Инициативу одобрили депутаты областной думы. Теперь все предприятия, где более 100 сотрудников, должны выделить 2% штатных мест для детей-сирот и для молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет. Какие еще законопроекты одобрили областные парламентарии? В материале Елены Губенковой. Областные парламентарии обратятся к главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Без запроса на реконструкцию газораспределительных станций в Саратове, Энгельсе и Балакова не обойтись. Промышленность региона без этого не будет развиваться, говорят народные избранники. Газораспределительная станция города Саратова, города Балакова и города Энгельса работает свыше своих пиковых возможностей. То есть в момент пика ГРС Саратова работает на 129%. За счет областного бюджета реконструкцию не провести. Региональная казна сегодня не в лучшем состоянии. Тем не менее, находят средства на обустройство украинских беженцев. На это выделят 130 миллионов рублей. А из федерального центра поступят средства для сельхозпроизводителей. Мы завели 364 миллиона федеральных средств. Из них основные деньги пошли на развитие мелиорации программы, которая будет действовать и в следующем году. И я думаю, что она для нас крайне необходима, эта программа, так как область аграрная. На заседании Думы решают судьбу претендента на пост зампреда областного правительства. Валерий Сараев заберет часть обязанностей Василия Разделкина. Будет курировать строительство, ЖКХ, транспорт и дорожную сферу. За кандидатуру экс-главы Ленинской администрации голосуют единогласно. Валерий Сараев, в свою очередь, надеется на позитивные изменения. Основное направление действий заключительных министерств в России считает техническое перевооружение на свои основные технологии. Активные работы и привлечения на полный средств, как в том, вхождение в соответствующие федеральные программы. Нововведение приготовили для автолюбителей. Теперь владельцы машины, которую собираются эвакуировать, смогут на месте договориться с дорожными полицейскими и оплатить штраф. Ну а если водителя на месте не окажется, то по новым поправкам эвакуировать автомобиль будут на ближайшую стоянку.